ты снимаешь да вот смотрите еще раз объясняю такие ориентиры для мануальной правки да что мы по сути делаем мы проверяем вот когда щупаем до астистые отростки но это слишком большой раз и нарисовал но по факту вот смотря с ростиком здесь следующего здесь тут тут поменьше они пошли вот тут вот ровно тогда когда у нас остается ось да но мы видим что вот этот позвонок видите чуть-чуть сдвинуться с оси а это чуть-чуть сюда сдвинуться ну там буквально чуть-чуть просто просто еще кожу пока я щупаю до кожи может сдвинуться вот соответственно они растут вот так вот нагибаясь назад ну примерно градусов 45 там 40 туда поэтому когда мы его щупаем проблема в позвоночнике позвонки которые выше вот например ну так идет видите у позвонка уши у него еще есть боковые отростки но там садится на другой позвонок но вот это называется сегмент парада позвоночная пара такая же она будет следующая пара включая вот этот позвонок до отсюда вот там нету позвоночника на схеме не туда вот от них соответственно крепится ребра вот можно пощупать бургалку тебе удеряет хорошо видно кем является особенно тех кто сушку там проходил вот примерно так не крепится да эти ребра они же него тут крепится да вот когда мы упираемся в реберную дугу вот этот валик вот мы можем его отодвинуть вот видите его сдвинул вот она вот реберная дуга чувствуется вот она ну пощупай пощупать чувствует этот упорчик есть там вот вижу пор да 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 туда потому что глубже пошло там валик сам мышечный соответственно вот то что мы делаем это могут эти сочленения правил вот у себя помнишь вчера было ребро 1 выше у тебя ребро крепилось не тут а вот сюда вот они вот это вот связка она была растянута я ему поэтому давил не снизу или самого сам делом снизу верда я ему давил вот в ребро с этой стороны вот туда поставил его на место помнишь вот если у нас позвонок выходит в бок например да вот смотрите ну то есть вы поняли что сам позвонок там сверху находится и кстати это касается крестца тоже если вот вы чувствуете что боль у человека вот здесь вот аккумулируется да давайте красненько нарисуем будет здесь да очень-то красное ну ладно такой какой-то цвет вот красно да скорее всего ну там нет пошел вот туда там как будто свете нервы на сверху все дальше нет да вот по сути вот здесь проверяете здесь немножко раскрыть показать крестец вот это да вот крестец все дальше нерв состоит из многих нервов начинается которые здесь отверстия и 4 отсюда сверху там отсюда снизу там там целый пучок выходит каких-то нервов там идут вот из этих вот отверстия выходит как там столь стороны проходит и соединяется в один большой мир который идет вот туда идет рядом еще раз покажу с седаечной костью кость все дальше надо поэтому она пережимается возле неё пережимается мышцами которые напряжены сверху но это один вариант 2 вариант почему он пережимается это когда вот здесь где-то зажата да вы можете продавить там эти точки и проверить где у них болит да соответственно понять грыжа это или нет тоже можно продавив вот где начинается l5 я нарисовал да я нарисовал или 4 мы можем это сверху надавив вот так мягко мягкое место мягко местором дар дар м да вот на вот эти места и проверяем больно внутри отвечая нет дальше не больно вот у него все здорово вот или точнее тому же пальчиком на си статус нажимаем и спрашиваем больно ли не там где в вместе нажать а там внутри то соответственно у нас это подозрение на грыжу мы можем ему но не сто процентов поставить грыжа есть протрузии предположить и тогда посылаем его обратиться там к рентгенологу или мрт сделать любую томограмму чтобы он принес и проверил насколько небольшая линия чтобы могли дальше воздействовать потому что при грыжу вот такие вот особенно сжатия сверху они вообще опасно они не нужны но мы делаем не нажатие мы делаем разжатие то есть сторону разводим в принципе это безопасно но тут еще важно правильно вставать со стола то есть не запасы за этих приемов вскакивать поэтому вот все что мы делаем да вот есть вот приемы ведь куда я жму я жму на реберную дугу а здесь я жму на крестец ой не крестец а это да естественно такой вот домированный раз два три четыре выхода вот воздушную кость выпирает вот здесь до извиняюсь она выше вот так вот идет вот туда вот но она же выпирает еще и здесь вот она видна просто рисуем вместо упора вот смотрите на рисунок конечно схематично да вот у нас идет сам вот этот вот крестец да а вот подвздошная кость она еще выбирает сзади то есть мы вместо приложения усилия усилия можем сделать его вот сюда его прямо вот сюда вот этот уголок то есть у людей объемы разные до количество жира разные ищите где вы можете как вы можете приложить вот это и вот сюда например вот пощупать можно можно перед суд ладони до основанием ладони опираемся вот теперь вот тут пощупывать сюда можно но здесь вот так разверни в принципе можно да вот видишь туда выбираешься а здесь идет лопатку ты был от лопатки вот мы в неё упираемся здесь соответственно вот сюда вот сюда ну ищите где-то можно потому что в мягкие ткани но ягодицу нет смысла упираться да мы же кости правим вот теперь смотрите если позвонок ушел в бог да на сумке и вот так нарисовал вот в сторону то есть они должны быть на одной линии да он повернут либо он просто ратирован до васи повернут из проверять дигностирую спину вот они ассиста тостками щупана они должны быть вот на одной линии но они могут смещены там как-то наша задача повернуть обратно во первых это все растрясание они уже там встают обратно даже вот легкое вот такое вот качание с транс или за голосом если так долго скачать тогда здесь 15 стихонечко ставок выставляется но этот поступок мы мышцы рожали расслабили а может быть не только повернут а еще чуть так звену да чуть наклонен то есть он соответственно дает давление больше вот на вот эти места видите и тогда нам нужно что сделать сейчас мы это будем делать и на шее и на грудном отделе тогда нам нужно упор в него сделать вот отсюда снизу вверх да но до этого вот эту сторону нам надо растянуть верхнюю часть да то есть но если быть точнее такие отростки мы щупаем чтобы визуально было понятно отростки мы щупаем ниже чем они стыкуются с позвонком где черный цвет то есть отросток тут находится целый градусов ерда то есть ставим руку выше и растягиваем это место упираемся в отросток и туда в него давим заливаем обратно то есть смотрите просто вот у нас есть вдоль спины да вот посередине позвоночника вот два таких мышечных тяжей но области наших воздействия да значит если выбирают в эту сторону нащупали выбирают в сторону да с другой стороны мы растягиваем с противоположной а с этой стороны вдавливаем понимаете также будем на шее например делать но вот смотрите покажу вот этот позвонок да то есть мы ищем точку приложения куда мы там даем на пальцем один не получится да просто я на камеру что было видно на самом деле мы рукой ищем какой таким местом мы да вот вдавим вот эту руку лучше да потому что потому что второй рукой мы будем на верхней позвонки растягивать вот в ту сторону вот эти растягиваем а этот вот будем туда вдавливать вот так одновременно движение или например шейные позвонки сейчас мы к этому перейдем когда вот они например сдвинуты вот сюда долгом на стол но практически все ровно вот я не буду вас путать там лево-право до что мы делаем да я просто говорю что например он сдавлен вот туда вот сторону да удобнее значит положить голову на бок на любой бок и нам давить надо куда вот в эту сторону да растягиваться по стороны противоположной чтобы с противоположной стороны растянуть мы голову загибаем вот так у него давить будем сюда продавить вот так захватываем руку да а голову растягиваем ну вот в челюсть практически в челюсть и ухо резко либо глава лишь другую сторону вот этот позвонок легче на лице стороны тогда растягиваем опять же с обратной голову загибаем да стал же да вот подходим но тут стоят в доме со стороны растягиваем в затылочной кости доставить страну для слов да 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 это дави прямо вот сюда вот туда внутрь вот так тоже верно давление вести везде указал давление вверх она сюда идет выше для на цели как градусов то есть тут тоже выше вот туда ну по факту стоять может где угодно вы можете стоять и делать то же самое вот отсюда можете устоять здесь отсюда какой вам удобно рукой как вы нашли его вот либо тогда берем за то есть руки положить там уже по-разному до нас вы понимали вот это вот движение до позвонок вышел с этой стороны да противоположно растягиваем шею да вот что он забиваем его туда вот мы еще будем делать стоя такой прием ну например упрись лобом на будущее просто показывание нас мугун вот мы будем давить позвонки вот так вот это сила идет вот сюда на грудные позвонки да а сын стал достанавливаться даже можно в принципе лежа сделать но на спине на спине это сделаем так понятно да потом прилагаем силы здесь соответственно идет вот в нее мы и давим и не обольщайтесь не врите людям что вы там если давите в ребра что вы поставили позвонок на место не позвонок осуществление функциональный блок убрали или там грыжу вылечили не то есть если боль в 10 вместо боли да то по факту позвонок на один вверх страдает да значит вот тут скорее всего там зачем они или грыжа то что он проходит сзади позвонка нерф да вот там вот и выходит где-то вот тут то есть область боли всегда ниже того места где реально происходит на меня покажи просто область боли получается всегда ниже того места где реально идет защемление как минимум на один позвонок ниже понимали так как вот мы щупаем ну вот такой у нас получилось графические ориентиры до для гимнальной терапии об остальном подробнее расскажем на тренинге поставим вам руки на тренинге а сейчас просто ставьте лайки и смотрите наше видео на ю тубе подписывайтесь на наш канал если хотите стать профессионалом в телесно-ориентированных практик академия альфа топ